итак 12 июня 2021 года наш последний день в городе ньюки погода выдалась очень хорошая но как всегда как уезжать так погода хорошая пойдем прогуляемся по порту города юки небольшой порт который занимается рыбной ловлей ловли крабов вот как раз краболовки видно мы также водит людей на различные экскурсии на катерах но и на рыбную ловлю пока сейчас отлив вода вода начинает прибывать потому что от начинается прилив вот сети в которой тоже рыб ловит в порту стоят лодки прогулочные катера и рыболовные ботики пока отлив но прилив начинается табличка интересная для тех кто любитель ловить крабов с пирса здесь написано основные правила как я понял по правилам что даже то что вы поймаете этих крабов все-таки рекомендуется их отпускать ну и также здесь стоит табличка где принимают с рыболовецких так сказать судна судна которые ловят крабов к где переработать их запах здесь конечно своеобразный на этом пирсе я запах рыбы люблю но здесь такой запах уже немножко перегнилые рыбы как прям не очень не очень хорошо в море стоят кораблики экскурсионные вид сверху на порт который еще не залит водой также большой кусок пляжа люди катаются на досках с лопатами смысле с веслами интересный вид спорта но я не совсем его понимаю рыболовецкое судно которое после прилива выйдет в море на ловлю крабов или рыбы люди собираются уезжать домой ложат свои доски на крышу автомобиля потому что сейчас будет прилив и надо будет быстрее текать катамаран интересный тоже для ловли рыбы ну в общем как я понял уже ящики с тями стоят готовится к отплытию также на берегу на пирсе стоят еще краболовки сети интересный кран для подъема выловленных морепродуктов дальше ящики вот это даже какие-то якоря типа якорей вот здесь еще предлагают на час выйти на рыбную ловлю макрели то есть тавриды за 10 фунтов но за час многое конечно не помню не поймаешь поэтому если смысл выходить на час ну так же плакаты об истории порта когда-то здесь ходил трамвай даже возможно как я понял и паровоз какой-то ходил но сейчас конечно уже не столько много рыбы и уже не нужен ни трамвай ни паровоз плакаты также что на некоторых островах здесь есть морские котики есть плакат типа море наше все наша жизнь круговорот воды в природе вот пока мы ходили по порту смотрите сколько воды прибыло запомнилось уже люди купаются в гидрокостюмах а в гидрокостюмах потому что вода ну холодная очень холодная тут какие-то каяки ну как я говорил что вот ждут уже кораблики идти на работу ловить крыболовок я не вижу на сети вижу значит привлёк меня внимание человек который обрабатывает рыбу что за рыба я не понял но это не треска это скорее всего рыба пёс это акула но который идет сейчас fish and chips вот плакат на котором показано какие здесь рыбы плавают и все остальные там устрицы пока не начался сильный прилив решили спуститься на берег ну и прогуляться так сказать по морскому дну которые некоторые некоторые на некоторое время освобождается от воды ну не только мы одни гуляем потому что в общем погода очень хорошая жарко но как я говорил что вода холодная очень привлекла меня внимание так сказать эти устрицы мули во франции называется они мули в англии не знаю как они называются очень вкусные готовят во франции под чесночным соусом на просто объедение а в англии я покупал в теска или вас до магазинах там уже упаковка была в чесночном соусе как бы ну все сделал по инструкции ну такое ощущение что не все что это что-то не то что-то не то вот семья собирается домой с пляжа потому что скоро прилив кто-то еще сидит на пляже до столиками даже каких-то палатках но в основном от ветра нами защищать но пойдем дальше прогуляемся пойдем дальше здесь видим гостиницу которая на скале пока конечно во время отлива на здесь сухо можно пройти а прилив здесь где-то метра три а то и четыре потому что я видел как с этих скал люди ныряли на интересно посмотреть как она там под низом пройтись под этим мостиком который является единственным великобритании частным мостом вот какие-то коммуникации в бетонной обшивке возможно этот канализация доставка воды я не знаю точно но какая-то труба тоже еще идет и в море я не знаю это ли старая труба или действует она или не действует то есть как бы фекалии выбрасывается в море или все-таки канализация уходит городскую ну вот труба проходит также люди обратились обратили внимание что кусок породы отвалился от скалы и в принципе надо заделывать наверное а то гостиница кирдик придет гостиницы когда-нибудь я думаю заделывать ну что уж пройдемся дальше вот труба уходит в море что она там выносит закрыта я не знаю здесь интересное событие произошло в 1967 году здесь происходили некоторые съемки фильма битлзов некоторые эпизоды этого фильма снимали здесь а фильм этот назывался медикам мистер тоу но конечно я не знаю кто этот смотрел фильм полностью того можно поздравить потому что его довольно таки сложно смотреть я вообще так предполагаю если бы группа битлз начала свою карьеру с кино режиссеров либо с актеров то я так полагаю что мы никогда бы не узнали кто такие битлз они начали свою деятельность с исполнения песен собственного производства но когда они добились успеха когда они появились раз много денег ну достаточно денег для того чтобы заниматься разной фигней типа снимать фильмы тогда уже они же начали это делать но не знаю это вопрос на любителя во всяком случае я этот фильм не смог заставить себя до конца посмотреть пройдемся дальше по пляжам там впереди будут интересные как бы расщелины гроты которые пока еще не залиты водой так как еще только самое начало прилива но вода очень холодно решил раздеть ботинки вот прошелся по воде да она вода холодно да очень холодно очень холодная вода просто прелесть это прелесть ногам просто прелесть за ног это просто прелесть и статина серьезная дни пройти надо нельзя Вот, как подмывает горы, вымывает горы, 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 горы. Вид на компьютере, слышишь, это заплотно. Ага, вид на компьютере, да? Да. Может быть. Спарина идет от холодного моря. Дымка такая, дымка. Что вода холодная, а земля уже нагрелась от солнца. Довольно-таки неплохо. Да. Девести. есть вот это фишн типс не стоит посвящать говно говно без трамвай ходил раньше 13 июня 2021 года мы перед тем как приехать домой заехали еще в город Эксмут что на побережье Ла Манса или как англичане называют English Channel это дельта реки Экс песочный пляж довольно таки большой много людей потому что это было в общем то первые такие теплые дни и все англичане повалили на моря ну что ж мы не любители греть пузо на солнце и мы решили прогуляться по этому Эксмуту в общем то достопримечательности здесь не так уж много потому что этот город сравнительно молодой ну для Англии сравнительно молодой говорят что здесь в 10 году прошлого века нашли какие-то монеты немецкие что говорит что о том что говорит о том что здесь могли быть присутствовать римляне но не знаю в основном конечно этот город как и все остальные был начинался с деревни какой-то раболовецкой ну а потом где-то в конце 18 века когда аристократия любила уезжать на какие-то курорты то в это время в конце 18 века в начале 19 были войны с наполеоновской Францией и была блокада и ничего не оставалось делать этим аристократам как только ехать на юг Англии и там радоваться солнышку море не скажу так уж что теплое но во всяком случае здесь мелко и поэтому вода нагревается достаточно нормально чтобы можно было купаться хотя особо много купающихся людей нет так ножки помочить в общем-то и все вот как и везде есть любители рыбы рыбной ловли яхты проплывают кораблики потому что все эти песочные острова когда прилив уже под водой они ну любят в Англии рыбу половить любят кстати в отличие от рек из моря рыбу можно забирать а если ловишь на реках на озерах то считается по правилам забирать нельзя ну конечно рыба морская рыба вкуснее нечего тут говорить даже спорить не о чем ну немножко понаблюдал как ловят рыбу ничего конечно на моих глазах ничего они не поймали никто из них но во всяком случае тепло хорошо и можно погулять даже я бы сказал жарко сегодня вот как там вдалеке много лодок катеров надо уметь разойтись вот лодки лодка одна проходит вот разошлась три лодки сразу чуть не встретились вот яхточка с треугольным парусом она может идти против ветра ну вот уперлись в тупик здесь какой-то светофор стоит табличка что не надо отсюда прыгать водный мотоцикл то ли разгрузили то ли обратно загружают ну не наверное загружать будут обратно уезжать будет накатался уже ну пойдем зайдем глубже в город потому что здесь ничего интересного нет табличка тоже когда это построен был этот вал как бы вал от моря но это говорю конец 18 века магазинчики сегодня воскресенье что-то работает людей не так много потому что в основном все на пляже или или в пабах там прохладней а на улице жарко а в пабах прохладненько подходим поближе ну я не знаю это как назвать типа порт типа бухта здесь различные объявления когда такой водный транспорт ходит на эти островки здесь паромчики ходят также можно добраться на лодке даже существует здесь водное такси люди грузятся на паромчик вот такси водное вот закрытая бухта где стоят яхты и моторные лодки надувные вода низкая видимо отлив сейчас аккуратненькие домики вокруг этой бухты или как бы можно сказать марина так это в англичане называется там где стоят кораблики это марина называется ну не знаю но в принципе город такой скучноватый я так думаю что здесь в основном пенсионеры живут или покупают квартиры или что-то потому что скучноватый город вот там люди стоят что-то обсуждают я подошел посмотреть что-то оказалось довольно таки интересно но во всяком случае для меня там плавала рыба и довольно неплохая я попробовал приблизить вот она посмотрите неплохая рыбина прямо около самого носа ну да ладно удочек у меня с собой нету как всегда не беру а зря сколько раз еду куда-нибудь и думаю надо взять удочку ведь всегда может пригодиться ну зашли в центральный парк этого городка что-то съесть холодненького и вкусненького типа мороженого посидеть в теньке деревьев потому что на жаре как бы есть сильно не хочется а вот мороженого и каких-нибудь напитков газировочки лимонадика водички хочется выпить тут проходя около паба гол забили англичане забили гол в общем-то мы поняли что почему нету людей на улице потому что все сидели смотрели все смотрели футбол англия играла на чемпанаде европы 2021 года который должен был состояться в 20-м году но из-за пандемии его принесли на 21-й год в общем такая вот фигня в англии выиграла Хорватия а так в городе конечно пусто народ пьет пиво смотрит футбол зашли в парк ну в общем-то потому что там был туалет это всегда в чужом городе первое что приходит на ум а где здесь туалет ну в англии слава богу с этим все нормально вот какая-то непонятная изображение пиратов каких-то пойдем дальше да вот интересные постройки домов вообще мне всегда первое что думаю о чем как же они мебель затаскивают к себе домой дверки маленькие да тут еще на лестницах надо идти я не представляю вот это я не представляю некоторые люди другой раз жалуются купить где-нибудь мебель не посмотрят размера и затащить не могут даже упакованную еще не будет подошли к какой-то церкви во время этой пандемии не поймешь можно ли заходить вовнутрь нельзя заходить но скорее всего нельзя было заходить потому что все было огорожено ну у нас еще было время мы решили посидеть в парке в теньке попить водички и покурить погода благо прекрасная да когда солнце в Англии просто просто прелесть а когда дождь тогда не очень ну хотя летом летом даже дождь не страшно потому что быстро проходит вот зимой труднее зимой не снега нету ничего не блестит все темное сырое дождливое и холодное ну что пройдемся еще по городу как я говорил что никого в городе нет потому что во-первых это воскресенье во-вторых футбол ну в-третьих жарко то есть кто не смотрит футбол тот лежит на пляже какая-то церквушка ну что надо зайти в магазин взять что-то перекусить и попить потому что ехать на машине еще обратно 5 часов до нашего города хоть мы и будем заезжать но другое же ведь хочется что-нибудь пожевать пока едешь да и жарко пить хочется ну а так в общем-то приятная поездка была запоминающаяся надеемся еще раз поехать сесть на хвост нашим детям чтобы они нас куда-нибудь отвезли другое полмиллиона 180 тысяч различные ну что пошли нажать кнопочку а ну пошли зайдем в теск-экспресс и